Доброе утро! Ну вот, сходу в вопросы ныряем? Давайте. Вопросы настоящие, вопросы непридуманные, всегда говорю, никто не верит. Знаете, я начну с такого, вы употребили слово «аниматор», самый простой такой вопрос. Шесть лет девочка, а какого цвета твой клоун? — Даже не знаю, что сказать. Я люблю рыжих клоунов, хотя, конечно, печальный белый клоун — это тоже такое отличное изобретение. И, конечно, когда я в цирке встречаюсь тех и других, то, конечно, склоняюсь к белым. — А если бы там белый, рыжий, хорошо, вы пришли в магазин, а там всех цветов радуги, все, что может, все цвета, а там какого бы клоунового клоуна вы взяли? — Рыжий, белый клоун — это функции, да? Они могут быть какие угодно. Ну, то есть, есть еще все говорят про черного, это что-то такое страшное, мрачное. Черный клоун — это тоже такая. — Есть такая штука? — Ну да, ну, в общем, существует довольно много, мне кажется, уже сейчас мифов, литературы и все, чего угодно насчет того, что самое страшное — это черный клоун вообще. Ничего страшнее, чем клоун, то есть какое-то существо с улыбкой на лице и видом друга, а на самом деле страшный злодей. Ничего страшнее этого нет, договориться. Но так вообще, если речь идет просто о цвете, то, конечно, я люблю рыжего, кнопатого, веселого, неунывающего, живого. — То есть ваш рыжий? — Мой рыжий, если мы не говорим о функциях, да? Потому что это такая... — Да ваш, ваш, ваш. — Это очень стандартная вещь, потому что рыжий клоун считается такой активный, который, вообще говоря, чуть что, сразу обманывает, хитрит, в глаз дает и все такое. А белый — это такой перо, печальный, плачет, его обижают и так далее. Мне ужасно не хотелось бы считать, что мой клоун не такой рыжий, который дерется, да, дерется и вообще такой... — Хитрюга, который обманывает, да, но веселый, конопатый, живой и все такое, конечно, это мой, да. — Скажите, сейчас просто поскочил, а сходу не нашел вопрос, он есть, кто задал. Вопрос точно помню, по-моему, возраст мальчика. — А чего такого хорошего в черном квадрате Малевича, если уж мы заговорили про черный цвет? — Ну, у Малевича-то полно квадратов. — Красный, черный, не, ну, известный черный. — Не, ну, на самом деле в нем есть хорошее, как в идее, да, потому что черный квадрат — это, конечно, не совсем вопрос ко мне, это, скорее, к искусствоведам вопрос, потому что это такая важная история. Это история про художественный жест. Человек, который нарисовал квадрат, как, да, он такой ноль изобразил. Он сказал, что вот от этого мы сейчас будем вести отсчет, вот от этой формы черного квадрата. — А для вас, вам нравится вот это вот произведение искусства? — Да, я без урони не говорю. Без всякой... Оно, между прочим, если к нему подойти и на него внимательно посмотреть, окажется, что это не... Знаете, как все говорят, ну, черный квадрат-то я что, сам нарисую, черный квадрат — дело не хитрое. Не нарисуешь, вот так не нарисуешь, потому что, если мы привыкли смотреть живопись и знаем, как ее смотреть, то ты видишь, что там мазок Малевича, ну, ничего с этим не сделаешь. Это не тетя Клава мазок, правда, и это видно. От него энергия идет просто. — Мазок Малевич, честно говоря, я как-то не задумывался, что там есть мазок Малевича. — Там есть мазок Малевича, потому что он живой кушится. — А что он вам дает? Вот вы сидите, стоите, смотрите, смотрите на черный квадрат. Вот вы пришли на крыльский вал, зашли туда, стоите там, там красные, синие, там бог с ними, а вот это черный такой, кривоватенький, что вы чувствуете в этот момент, когда вы на него смотрите? — Нет, ну это совершенно, это не так работает. — Вы, для вас, не кто-то там другой, третий, один? — Нет, для меня это тоже не совсем так работает. Нет, я там, если решу его как-то просматривать, то я смотрю сюда, вот, собственно, мы тут можем рассказывать про мазок и все такое. Но вообще-то для меня это как, это концепт, это дико важная, на самом деле, история. Человек высказался очень жестко, и с тех пор, смотрите, сколько времени прошло, а все до сих пор скандалят и говорят, мог я так, не могу я так, и так далее. Это вещь, которая не беспокоит, про нее сто лет не будут спорить. Это беспокоит. — Что он хотел сказать? А может, человек просто взял так, дурака повалял, а все ходят и думают, вау. — Ну, слава богу, про Малевич многое известно, он дурака не повалял, он много рассказывал про то, что он делает, и рисовал не только это, и так что, если бы это, опять же, мы нашли в архиве Тюди Клавы, неизвестной нам, то мы могли бы обсуждать там, просто она тренировалась кисточкой, или там, это действительно она что-то хотела этим сказать. Но тут не тот случай, тут история-то известная. — Хорошо, мы вернемся еще к Малевичу, а сейчас к вашей профессии. Не к Малевичу, вернее, к музеям, может быть. — Вопрос к вашей профессии. Практически никогда не задавался. Шесть лет мальчик. Зачем нужен я? Вы критик. Такая профессия критик. Зачем нужен критик? — Вы знаете, я на самом деле на эту тему очень... Я часто думаю, и много про это говорю, потому что я на самом деле преподаю журналистам. Журналистам, именно которые пишут про искусство и так далее. — Ну, я не журналист, мне можно... — Да-да, ну, то есть в некотором смысле критикам. И на самом деле это дико важная профессия, потому что я очень чувствую такую важность того, что я делаю. Потому что, во-первых, мы учим людей пени мать, мы объясняем то, что они видят. Они иногда это не могут для себя до конца сформулировать. Они иногда многое чувствуют, но им хочется сказать это словами, а у них этих слов нет. Вот в данном случае мы учим их, даем им слова, даем им понимание. — Есть образ. Мы оперируем, предположим, если мы говорим про вашу специализацию, анимацию, есть образ. Есть человек, который воспринимает образ напрямую, без слов. Образы мы воспринимаем. Нам слова не нужны. Вот мы сейчас говорили про тот же самый черный квадрат. Образ. Это идет напрямую, там, в сердце как-то другое воспринимается. Зачем посредине еще стоит будет чувак, который тебе будет объяснять? А вот здесь, когда он подумал об этом, было это. Какая разница? — Никогда он подумал. Ну, это тоже не вредно знать. Вообще, я хочу сказать, что думать-то оно всегда не вредно. Это лучше, чем не думать. — Есть такой вопрос, зачем надо думать. Ну, это один из... — Да, ну, это... — Это будет следующий вопрос. — Пока зачем нужен критик. — Это тоже всегда хорошо. Но на самом деле это не совсем так. Потому что эмоция... Ну, во-первых, просто честно говоря, если мы каких-то вещей не понимаем внутри себя, мы даже реагировать не можем полноценно. Потому что многие вещи требуют разъяснения. — Какие? Вот мы уткнулись случайно в черный квадрат. Вот какие разъяснения нужны человеку? Вставляет? Не вставляет. У меня... Я придумал в свое время такое слово. Камертонит? Не камертонит. Искусство срабатывает у тебя? Не срабатывает. Срабатывает? Не поможет никакое объяснение. Не срабатывает, никакое объяснение опять же не поможет. — Ну, вообще говоря, это не так. — Почему? — У меня совсем-совсем не так. Потому что существует огромное количество ситуаций, где я для себя тоже, что это многократно себя проверяла, что когда я смотрю какую-то вещь, не совсем понимая ее происхождение, или как-то не включившись в ее детали, я ее плохо чувствую. А потом вдруг мне приходит разъяснение. Неважно, откуда-то я прочла, критик мне сказал, творец мне сказал и так далее. И вдруг я начинаю на нее реагировать. Совершенно по-другому. Это настоящая эмоциональная реакция. Но у меня, знаете как, чакры открылись, что-то открылось. Мне пришло это пояснение было. Я, например, знаю, что я, как критик, я очень люблю какие-то вещи объяснять, описывать и так далее. — Нет, то, что вы думаете, как критик, я с вами скажу. — Да-да-да, дело не в том. — Вот как у нас тогда, развелись, а? — Это моя профессия, это да. Дело не в том, не в том, что я люблю там и так далее. Я просто знаю, что я, например, я люблю сложную анимацию, сложную авторскую и так далее. Не очень понятно иногда. Но я ее люблю, у меня большая насмотренность, поскольку я этим занимаюсь. И я понимаю ее, может быть, лучше, чем человеку, у которого меньшая насмотренность. И я знаю очень часто, что есть люди… — Ну, значит, понимаете, почему так? — Ну, вот так. Я просто знаю, что я иногда рассказываю людям про кино, которое они видели. И они говорят, хочу еще раз посмотреть. Приходят и говорят, другое, понял. Правда, круто. — А давайте я чувствую, что это было ваше толкование. А художник вкладывал в него что-то другое. — Слушайте, то, что вложил в художника, вообще не имеет никакого значения. — А, все, поехали. — Это вообще не имеет никакого значения. Толкование может быть мое, но я дико надеюсь на то, что человек, когда он смотрит, когда я ему, ну, чуть-чуть, как бы, открыла аппарат принимающий, он, может быть, свое придумает. Потому что, на самом деле, самое главное — это open your mind. У всех закрыты мозги. Все... — Меня сейчас оскорбили. Вы сказали, у всех закрыты мозги. Меня заоскорбили. Почему? Я говорю, я открытый, мне вот мне не нужно, лично меня раздражает, когда мне гид говорит, посмотрите направо, посмотрите налево. — Разные вещи. — Почему? — Разные вещи. Потому что, ну как, вас раздражает, когда говорят, посмотрите направо или посмотрите налево, и, наверное, говорят, несут какую-то ахинею. Никого из нас не раздражает, когда говорят ярко и талантливо. А когда говорят фигню, меня раздражает. Всех раздражает. — Скажите, вот вы по Иерусалиму ходите. Вы Иерусалим любите? — Я люблю Иерусалим, я его мало знаю, к сожалению. — Секундочку, мы поговорим. — Да, я как бы не готова рассуждать про Иерусалим. — Ну вот, не, не важно Иерусалим, Париж, Терр-Перр, любой город. Вы пришли в город. — Для меня Москва. — Москва. Вы ходите, вас... Нет, я вот Москву я не хочу брать. В Москве вы родились и живете. Это неинтересно. Я говорю, вот вы приехали... — Можно Питер. — Питер, ну Москва, Питер, поребрик, бордюр. Булка, хлеба, хлеба, булка или хлеб. Там парадный подъезд. Ну, не сбивайте меня. — Кто кого сбивает? — Короче, вот вы оказались в Иерусалиме. Берем Иерусалим. У вас появляются какие-то чувства к этому городу? Вы когда бройте по этим улицам, без гида, без ничего, вы идете по этим улицам? — Да, какие-то есть, но вам честно скажу, что когда мне рассказывают, что это и как, гораздо больше. Гораздо больше. Так я чувствую, да, потому что там пространство, оно играет, работает, стены работают. Какие-то вещи, которые... Ну, я просто знаю, но какой-то уровень культуры есть у меня? — Стоп, культура, оставьте уровень культуры. Не хочу про культуру говорить, про уровень не хочу. В Иерусалиме... — Собестанин. — Почему Иерусалим такой? Вот есть такой вопрос у меня, почему Иерусалим такой важный город? Что вы чувствуете в этом городе? Есть вопрос такой просто. Почему Иерусалим такой важный город? — Ну, как вам сказать, трудно на этот вопрос отвечать, потому что, вообще говоря, для меня он не является таким важным городом. — Он для вас не важный? — Нет. Не то, что не важный. Это для меня город наряду со всякими другими. Я очень человек нерелигиозный вообще, да? То есть, то, что он там клыбель многих религий, для меня не так важно. Для меня это важно с культурной точки зрения. Я понимаю, что вы хватаете за пистолет, но для меня это важно. — Да ничего, я сижу. — Я живу в культуре, и для меня то, что связано с культурой, дико важно. Я знаю, что мне, например, когда первый раз в жизни была в Иерусалиме, ну, довольно много лет назад, мне потом, не знаю, подходило к стене плаща, и потом мне сказали, ну, ну, ты почувствовал, что ты еврей? Ну, нет. Ну, не работает это так. У меня так не работает. — Все. У вас не работает? — Да. — Но, а все остальное, конечно, классный старинный город. — То есть, критик это можно назвать таким некоторым гидом по искусству для тех, кому нужен гид. Для людей, которым нужен гид. — Это не всегда, это не обязательно гид, вовсе нет. Это собеседник. — Ну, гид — это собеседник тоже. Нет, толкователь — это когда вы объясняете что-то, это уже гид. — Ну, окей, назовите как вам удобно, хоть горшком, правда, мне все равно. — То ли горшок, то ли гид по искусству. Поехали дальше. — Видишь, опять же, как критику вопрос очень мне сейчас задам. 14 лет мальчик. Как говорить неприятную правду? Как скажешь, сразу все обижаются. Вы, как критик, вам надо говорить неприятную правду. — Я говорю постоянно, ну, люди, соответственно, ну, понятно, что человеку, про которого это говорится, это неприятно. Но я для себя вижу только один способ, ну, поскольку мне неприятное приходится говорить и просто моим ученикам, которые смотрю им в глаза и все такое, то мне кажется, нет другого способа, кроме как любить вот это, то, что ты делаешь. Любить своих учеников, любить театр, про который я пишу, иногда неприятное. Это, безусловно, чувствуется. То есть, если я это люблю, но у меня к этому есть какие-то вопросы, то мне кажется, что человек, который о котором идет речь, он это поймет. — Какое у вас театральное открытие, вот вы, как критик, а вот последнее, то, что у вас сидит в сердце? — Ой, вы знаете, я так много смотрю, что мне даже это трудно сказать. Я просто, я постоянно делаю открытия, без конца. — Ну вот самое, что, нет, есть открытие, есть открытие. Знаете, в моей жизни тоже было, так сказать, было-было, и был Тустоногов и история лошади, когда я был молоденький. Потом было-было-было, и вдруг оказался, появился театр Вахтангова, Пристань, Евгений Онегин, вот сейчас вот то, что было, то, что привозили, улыбнись нам, Господи. Это вдруг оказалось в моей жизни. Вот это вот было. Это для меня. Не знаю, может, вам нравится, может, не нравится. Что для вас, какой вот такой театральный открыт? — Ну, для меня, на самом деле, довольно много разного. Я именно, поскольку я критикой много смотрю... — То есть танки, 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 да? — Нет, то я довольно всеядная. То есть у меня нет то, что я люблю только один тип театра. Наоборот, я люблю очень разное. — Самое ваше, что вот мне скажете, вот все равно, вот засел, я тоже люблю разное, но вот меня засела в свое время вот история лошади. — Ну, человек, который смотрит, вот сейчас я сижу, опять же, даже дома, отсматриваю спектакль «Золотой маски», смотрю в день там по пять спектаклей. Это не так просто. Но я могу сказать, например, у меня было впечатление, специально говорю не про последнее, а потому что я просто помню то, как я вышла из зала и не могла никуда идти, и не могла разговаривать, и вот нарезала круги вокруг театра. У меня такое было. Это было... Мне было лет, наверное, 20. Это была осень нашей весны, Резо Габриадзе, который приезжал в Москву. История про птичку Борю, и которая как-то ударила меня в самое сердце. — Ну вот вы сейчас употребили такое слово, мне резануло по уху, отсматриваете. — Это так, да. Я отсматриваю. — А вы что, отсматриваете спектакли на записи? — Да, ну просто невозможно, страна большая, Россия. — А как же энергетика? — Как вам сказать, здесь нужно только включиться... — Театр — это же штука такая. — Конечно, надо живьем, это все понятно. Но вы отдаете себе отчет, сколько спектаклей в России, и что... Я не могу их всех посмотреть, мы смотрим для «Золотой маски», у нас не очень большая комиссия, 10 человек. — А сколько вы смотрите спектакли? — Ну, сотни. Ну, просто потому что это... У нас большая очень страна, и очень много спектаклей выходит. И, разумеется, ну просто это так работает. Ты смотришь видео, а после этого говоришь, о, это круто, это надо ехать и смотреть, потому что, естественно, вживую. И вживую, например, оказывается, что это не так круто. Или наоборот, какие-то вещи пропускаются, потому что кажется, что это не очень интересно, и вдруг, когда ты приходишь в зал, оказывается, что это работает совершенно иначе, когда это с публикой, когда это непосредственная реакция. Ну просто, если ты профессиональный человек, ты должен понимать, где это возможно, вот такая вещь, и нужно это ловить. А где... Ну это точно фигня. А не боитесь что-нибудь пропустить? То есть то, что вот... Знаете, я, например, могу... Опасность, ошибки всегда есть. Потому что вот я, например, ну я не знаю, как с точки зрения театра осматривать, а вот мой любимый, безмерно мой любимый, уважаемый композитор Слава Ганелин, вот то, что он делает в зале, это невозможно. Он садится, он начинает играть, я улетаю на 45 минут, сколько он играет. Слушать его записи, я бы, мне всегда очень, так сказать, мне приходится себя заставить, потому что пропадает что-то третье, вы можете же его пропустить. Нет, я понимаю. Нет, ну как бы, просто я и говорю, здесь ничего, кроме того, что мы профессионалы, ничего другое не работает. А так можно, да. Ошибки не исключены, к сожалению. Сейчас будет тест для критика. Сейчас вы будете спорить с 7-летней девочкой. У меня есть ее вопрос и ответ. Вопрос я скажу, ответ потом скажу. 7 лет девочка. Почему Белоснежка хорошая? Ответ я вам не скажу, потом скажу, что сказала девочка. Ну, что называется, тут зависит от трактовки этой сказки, есть разные. Но в стандартном варианте... Вот какой бы стали критик, вот вам надо это объяснить. Что? Вот вы критик, вам надо это рассказать. Нет, это нет проблем, я просто хотела бы знать, например, например, какая это трактовка Белоснежки. Офигительно, замечательно, у меня спросили, дети не знают слова, что такое трактовка. Девочка спросила, почему не знаю. Нет, дети не знают, что такое слово, но она может посмотреть Белоснежку, Диснеевскую, снятую в 1940 году, и может сейчас, где Белоснежка оторва, сюжет тот же самый. Давай займем Диснеевскую. 7 здоровых мужиков. Здесь я в Диснеевскую, классику жанра Дисней. Там на самом деле... Тем более, что так и было. Ну, отлично. На самом деле, просто она кроткая, она не делает зла. И она делает много добра, она любит животных, там, то, что, пятое, десятое. Мы любим ее скорее за то, что она кроткое, нежное создание, которое находится в гармонии со всем живым. На этом все. Ничего такого специально доброго, кроме общей любви к живности, которая вокруг у нее, а потом помощи, там, этим смешным гномам, ничего такого прекрасного она больше не делает. Но, естественно, быть. Потом хорошенько. Ответ. Да. Все. В семь лет девочка, читаю еще раз вопрос, почему Белоснежка хорошая? Ответ. Она просто ищет принца. Ей приходится быть хорошей. Апаньки. Сильно? Ну, строго говоря, мама ее тоже, в общем, в поиске нахватила. Это уже другой разговор. Про это мы поговорим отдельно. Шесть лет девочка. Где живут смешинки? Внутри нас. А как их изымать? У каждого свой способ. Одни любят, когда их щекочет. А что вы любите? Как из вас изъять можно смешинку? Ой, я легко смеюсь. Мне пальцы покажи, я засмеюсь. И потом я... Мне можно что-нибудь рассказать веселое. Мне можно рассказать анекдот. Мне можно показать какое-нибудь смешное кино. Мне можно просто... Не знаю. Мне мало надо для того, чтобы смеяться. Я легко смеюсь. То есть у вас смешинка живет неглубоко. Ладно, хорошо. Три года мальчик. Опять же, по профессии вопрос. Нужно ли верить в сказки? Нужно, конечно. А куда же деться без этого? А вы верите, отсматривая сказки? Конечно. То, что вы от... Вот с отопотреблёг, мне не понравилось это слово. Отсматриваю. Да, да. Ну, оно техническое такое, да. Понимаю, что неприятно. Верю, конечно. А куда деваться? Ну, в сказках же много чего происходит. Есть вещи, в которые не верить нельзя. Я вот буквально вчера или позавчера отсматривала. Вам быть неприятно? Ну, ладно, сюда я помучаюсь. Я смотрела питерский спектакль «Волшебника страны ОС». Какой театр? Детский. Детский спектакль. Какой-то, мне кажется, не государственный театр. Я боюсь сейчас вот ложануть численно. Ладно, ладно, ладно. Не стоит ложиться. Да. И просто, правда, я всему верила. Это было ужасно обаятельно. Я смотрела это на видео. И там так здорово складывались взаимоотношения всех этих людей, которые там участвовали, всех персонажей. Там, на самом деле, история была про эту девочку, Дороти. Ну, извините, слово «трактовка» никуда не денешься. Ну, хорошо, хорошо. Вот эта история была про то, как она учила всех дружить, на самом деле. И что каждый из них хотел, чтобы только с ним она дружила. И только ему помогала. И она каждый раз говорила «нет». И стягивала их. И только таким образом они смогли победить. И она каждый раз их заново… То есть, она работала над это, чтобы у нее была команда, чтобы они дружили. Это было так, на самом деле. И это было очень без сюсюканье. И весело, и легко. И это было там с живым оркестром. Оркестриком маленькая такая постановка симпатичная. А вот немножко другой, на ту же тему. Мальчик чуть-чуть постарше, вопрос чуть-чуть пострашнее. Мне кто-то рассказывал сказки, только я не помню. А зачем сказки? Мне кажется, что без сказок-то невозможно. Потому что, в сущности, сказки со сказок мы начинаем. И сказки, вообще говоря, объясняют нам все про мир. А не подменяют ли сказки нам мир? Конечно, нет. Вот это вот голливудское кино, эти бесконечные сериалы, это бесконечное. Ты от меня ушел, ты ко мне пришел, ты ее убил, ты ее не убил. Но мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим о сказках. Это тоже сказка. И это сказка, и то сказка. Это просто жанры. Это сказки для взрослых, это сказки для детей. Если вы говорите так широко, то я, конечно, говорю немножко о другом. Я говорю о сказках детских, через которые мы понимаем мир, через которые мы понимаем, как нужно себя вести, про добро, про зло, про взаимоотношения. Мы все понимаем через сказки. А в том, что касается, я не знаю, мыльной оперы и так далее. Ребенок привык к соске, он вырос, ему нужна соска, ему подсовывают уже мыльную оперу дальше. В следующем, вот эта вот куча того, тех фильмов, которые сейчас делают, это не та Белоснежка 40-х, я не специально скажу про 40-х годов, не современные вот эти, которые нон-стоп гонятся, которых можно смотреть, можно не смотреть, можно посмотрело, можно забыло, сразу же, немедленно. Человек привыкает, и он живет уже в этом мире иллюзий. Это вам, это не опасно? Ну, да нет, ну слушайте, нам показывали, рассказывали сказки всем в детстве. Вы живете в мире иллюзий? Ну, может быть, не это. Я тоже не смотрю. Ну, я смотрю вместе. Это другое дело. Никто же не заставляет смотреть телевизор. На самом деле, я уверена, что все эти штуки, про которые вы говорите, что это вот современно, работает как сказки и так далее, это, ну, помогает людям забыться и постараться не думать. Есть люди, которым удобнее не думать. Им есть, для них есть специальный такой источник, который можно припасть к нему и никогда больше ни о чем не думать. Так это вредно? Все скажет. Я в этом ничего хорошего не вижу, потому что я считаю, что думать надо. Так а что делать, убрать все эти сериалы? Что значит убрать? Я абсолютно уверена, что это все связано только с тем, что есть запрос, есть ответ. Есть сериалы, это плохие сериалы такие. Сейчас же существуют шикарные сериалы, очень хорошие. Английские сериалы крутейшие, с прекрасными артистами, умными сценариями, поумнее, чем большое количество разного кино, с мощным драматизмом и все такое, дай бог. Так что… А вы не кинок эти кино? Нет, нет. Ну хорошо, тогда кино трогать не будем. Я тут пальцем в небо, да. Нет, на самом деле, я вас, может, спрошу, мне самому уже интересно. Вы, трудно быть богом, смотрели? Боюсь, не смотрела. Смотрела куски, целиком так не посмотрела. Я люблю очень Германа, но прямо были страшные куски. Не собрались. Все, проскочили тему. Резкий поворот. Вы уже год живете в Израиле. Два с половиной. Два с половиной? Да. О! Девочка 10 лет. Вам стало лучше от того, что вы приехали в Израиль? Ну, в чем-то да. В чем-то нет. Понимаете… Давайте в чем-то да и в чем-то нет. Спокойствие. Да-да. Нас никто никуда не гонит. Да я никуда не спешу. Нет, здесь сложность ситуации, ну, как бы ответ на этот вопрос заключается в том, что я не совсем приехала и живу. Да? Я живу на две страны. Поэтому я получаю все плюсы, не получаю минусов. Да, у кого. От этой такой сложной… Ну, как бы, такого существования. Я живу в самолетах. Вот. Особенно вот последний год. Просто именно из золотой маски, потому что приходится очень много ездить и много быть в России. Вот. Мне здесь очень нравится. Мне нравится комфортность, покой, доброжелательность обстановки и так далее. Я знаю, что я здесь. Я только здесь начала понимать, например, что я раньше всегда, когда входила в какое-то учреждение, напрягалась. Мне раньше не казалось. Мне казалось всегда, что мне легко, что мне там зайти на почту, мне напряжет, что ли, в Москве. А вот здесь, заходя на нее, я вдруг поняла, что тогда напрягалась, да. Потому что я считала, что сейчас там не успею, опоздаю, но кричат и так далее. А здесь этого нет. И мне это ужас нравится. И то, что очень, действительно, очень легкий, открытый и расположенный народ, то, что я нигде не боюсь. В Москве я, в общем, мне приходится постоянно возвращаться глубокой ночью, и я боюсь. Ну, выхода нет. А здесь я могу глубокой ночью идти, встретить разбойнейшего вида человека, и никогда его не боюсь, и никогда ничего не было. Хотя я жила в самых, ну, как-то в близости от таких рискованных мест, но все равно не боялась. А минусы? Да пока я особенных этих минусов не вижу, если не считать больших. За два с половиной года, это уже, в общем, цифра. Это я такая уже. Ну, минус, если не считать, что жарко, я не люблю жару. Ну, для всех. Ну, это, да, на всех. Для всех. Как у Гибермана было, когда бы не жара и евреи, да? Как бы жилось в этой дивной стране, когда бы не жара и не жара. А евреи мне нравится как-то вот. Евреи вычеркиваем, евреи все еще есть. Вычеркиваем, да, жара. А все остальное нет. У меня, конечно, я еще не все про себя понимаю в этой стране, да? Но это не является минусом. Я нахожусь, я в процессе, и это как раз дико любопытно. Потому что мне там не совсем понятно, как бы, чем я могу помочь, что называется, да? Хотя какие-то вещи я делаю, и мне кажется, что в этом есть какая-то перспектива. Ну вот вы на аниме тут делали русскую на фестивале. Русскую программу на фестивале «Анимикс», да. Но это, собственно, уже было потом, потому что, на самом деле, мы начали с моими друзьями делать, такое мы сделали, проект «Аниматориум», где я показываю анимацию, ну, раз в месяц пока в таком режиме, разную. А мои друзья-режиссеры здесь делают мастер-классы для детей и взрослых. Ну, сейчас мы как следует начнем с осени. Но летом вот это уже делалось. И это ужасно интересно. Мне кажется, что здесь этого очень не хватает, судя по тому, что приходят люди с большим интересом на это смотреть. А как вы видите свое будущее, как бы, здесь, там или в самолете? На самом деле сейчас мы окончательно перестали понимать что-либо про свое будущее. Не знаю, как мне все... Слушайте, мы это имеем в виду, вот это вот последняя волна Алии или мы это кто? Да, но я себя все-таки еще пока от России-то оторвать не могу. Не-не, я... Да, нет, я в том смысле говорю, что последняя волна Алии... Те, которые я знаю, сейчас очень много приезжает. Ну, и вы знаете, что это, ну, немножко другой контингент людей, да? Это те люди, которые не уехали в 90-е, то есть они не хотели никуда ехать. Да, да, да. Они сейчас уезжают вынужденно, и что? Это люди обычно... Ну, я говорю о московско-питерских людях, да? То есть это люди-интеллектуалы или люди просто интеллигентного труда, там, того и сего, которые, ну, как-то немножко вынужденно едут. И они пока еще на этом этапе. Они вообще, говорю, в Москве, ну, как бы не в Москве, в России все зарабатывают и приезжают сюда. Ну, мне кажется, что сейчас вполне очевидно, что этот источник закрывается. И что будет? Что скоро мы не сможем зарабатывать. И вот это, на самом деле, интересный вопрос. Для нас, для всех. Что будет? Потому что мне хотелось бы верить, что те люди, которые как-то на это рассчитывают, что они найдут себя здесь или где-то еще, что просто они найдут себя. Что для них не будет никакого такого трагического, какого-то трагического открытия в результате того, что они не могут быть нигде, кроме как на своей родине. А вот вы общаетесь. Я просто мало общаюсь с людьми, которые недавно приехали, хотя мне было бы безумно интересно общаться больше. Но вот вы с ними общаетесь. Их ощущения, как люди, если вы говорите, у вас много знакомых, я так подозреваю, действительно много. Их ощущения, как они интегрируются во все это вот. В наше теплое жизни. Это проблема, что они не интегрируются. И в этом ужас, на самом деле, состоит. Ну, то есть не ужас. Это понимают люди, что это временная история? Понимают, конечно. Но вы понимаете, как кто-то недавно сказала, одна тоже моя приятница, которая тоже приехала, уехала, приехала и так далее. Она говорит, что если мы говорим о том, что в 70-е годы Алия была национальная. Са сионистская. Ну, сионистская, да. Ну, вот на как бы национальной почве. А в 90-е годы на экономической. То есть сейчас Алия гастрольная. Люди приезжают и уезжают. Они приезжают, не думая, что они будут здесь жить дальше. А возможно, жизнь сложится так, что они будут. Я только, знаете что, я недавно где-то прочла прелестную вещь, и я подумала, что как это правильно. Что какого-то человека, который здесь работает каким-то чиновником министерства абсорбции или что-то еще, ему кто-то так с подковыркой спросил. А вы понимаете, что люди, которые сейчас едут из России, они вообще не имеют в виду здесь жить. И они вообще не из любви к Израилю приезжают, а по каким-то другим причинам. Он говорит, понимаю, но Израиль делает свое дело. Вот они здесь прожили полгода, они уже любят эту страну. Это правда. Это действительно. Оно работает. То есть, что они думали, когда они едут, я не знаю. Но оно работает. И я про себя это тоже знаю, что я уезжаю в Москву, я скучаю по Тель-Авиву. Я здесь долго не выезжаю в Россию, я скучаю по Москве. Ну, а как ты потом придешь все-таки делать выборы? Наверное, наверное. Я пока не понимаю, что это будет за выбор. Понимаете? Потому что я не знаю, смогу ли я здесь работать и зарабатывать. Ну, пока это мне непонятно. Я буду пытаться... Ну, это классика жанра. Да-да-да, пытаться что-то делать, но я не знаю, что там будет у меня в России с этим. Но я, честно говоря, пока не смотрю на это трагически, может быть, от того, что пока еще я зарабатываю. А мне кажется, что это интересно. Не у всякого есть возможность прожить новую жизнь. И вдруг она есть. По-моему, это классно. Классно, конечно. Ну, это любой мигрант, он скажет, что каждый прожил свою новую жизнь. Конечно, новая жизнь. Ну, просто я к ней очень с интересом отношусь. Да, вот я не вижу драматизм. У меня дочка учится сейчас, и она в таком восторге от того, как... Она уже приехала? Мы приехали с ней вместе. Еще раз, я понимаю, что вы приехали вместе. Я имел в виду, что она уже здесь. Ну, нет. Она тоже не здесь? Нет, тоже нет. Потому что, при том, что она учится в институте, закончила сейчас второй курс, понятно, да? Она в армию не пошла? Она... Мы позже приехали. Ей было уже там... Старуха для армии. Да, она пожилая уже. Вот. И она закончила филфак в Москве. А здесь она пошла учиться дизайну ювелирки Шенкара. И она каждый день мне рассказывает, что происходит, с восторгом, с горящими глазами. Я говорю, а вот это что? А вот это как? А как вам про это рассказывали? А тут как это поворачивается дело? Ужасно интересно учат. Я для себя чувствую, что как будто я тоже что-то новое прохожу. По-новому смотрю. Я по-новому для себя открыла вообще это искусство ювелирное. Но прямо такое настоящее искусство. Я не знала этого. А вот эти ваши ощущения, то, о чем вы рассказываете, мне просто безумно это интересно. Это ваши или это такие... Или это тенденции? Это общая, как бы, для этой... Связанная с этой алией. Это что конкретно вы имеете в виду? Ну, вот это вот ваше такое вот открытие мира. Вот это вот так... Скажем, такой положительный взгляд на все это. Разные по-разному. В основном, мне, честно говоря, кажется... Ну, может быть, люди, с которыми я говорю... Ну, естественно, я тебе скажу, с кем вы говорите. Ну, так это случилось с ними. Мне кажется, что в основном народ довольно позитивный. Просто я, честно говоря, знаю, что когда народ с самого начала начинает... Я знаю, что иногда говорю с людьми, которые приехали только что со всем. И вот когда они начинают неумеренно восторгаться, я немножко... Меня это пугает. Потому что есть такая вещь, как первоначальная эйфория. И она очень плохо, когда она разбивается. Просто у меня этого не было. Начало какого-то специального восторга. А у меня так все постепенно нарастало. И у меня не было пока что, по крайней мере, не было ни разочарования, не было ни какого-то такого первоначального каких-то невероятных надежд. Я понимаю, что очень многое, ну, как было связано с тем, например, там... Ну, это было и в 90-е годы, но я сейчас знаю, что кое-какие люди тоже приезжают. У них есть некоторые ощущения, мы все все-таки советские люди, что им должны. Ну, и когда оказывается, что ты этого не получаешь, то как-то приходит разочарование. А у меня, честно говоря, я этого не ждала. Я приехала как... Ну, не знаю, в некотором смысле, не знаю, в турпоездку. Я приехала просто вот в новое место. И то, что на самом деле мне так много дали, я просто бесконечно благодарна за это. И совершенно этого не ждала. И меня это ужасно радует. И я, наоборот, у меня все время такое чувство, что... А как я могу как бы просоответствовать тому, что вот мне и то, и это. И помогают мне буквально во всем там. Это так прям здорово. Ну, и да не постигнет вас разочарование, а мы двинемся. И делаем опять резкий поворот, потому что мне хочется еще позадавать вам вопросы. Как сидит против меня критик. Анимационный критик. Пять лет мальчик. Я вот нарисовал девочку. Зачем? Я ведь мальчик. Зачем мальчики девочек рисуют? Ну, мне кажется, что тут как бы нет специального вопроса, зачем девочек, а зачем они рисуют там, не знаю, мяч, деревья, машины. Мы хотим сказать, что у него гормон играет. Ну, это, ну, может быть... Концепция, концепция. Концепция. Не, ну, как бы... Трактовка, трактовка, вот слово трактовка, я забыл. Трактовка и концепция. Не, мне кажется, это странный вопрос. Зачем табуретку нарисовал? Все, вопрос не устраивает вопрос. Ну, их много. Да нет, почему не устраивает? Как можно вопрос не устраивает? Ну, хорошо, ответа нет, ответа нет. Нормально. Да, хотел, нарисовал. Хотел, нарисовал. Ответ. Сейчас такой опять же тест. Шесть лет мальчик. Я вот купил тебе подарок, а что ты мне подаришь? Представьте себе, что вы Господь Бог. Бог, кстати, есть? Ну, что-то есть там, да. Это мы вернемся к нему. Еще успеем. Я вот купил тебе подарок, а что ты мне подаришь? Представьте себе, что вы можете все. Вы можете сделать подарок человеку. Вы можете подарить все, что угодно. Деньги, умения, понимание, знания. Все, что угодно, но одну вещь. Что бы вы подарили? Ну, счастье, конечно. А что же еще? Что такое счастье? В него так много входит. Ого. Это такой красивый. Да, отличный подарок. Красивая отмазка, я бы сказал. Не, ну, каждый для себя по-разному понимает. Это тоже была цитата. На самом деле, описывать бесполезно, потому что каждый человек это сам чувствует. Дина, Дина года, что такое счастье для Дина? Для меня? Тоже это такая прям многосоставная вещь, но, конечно, в большой степени это друзья. У вас много друзей? У меня очень много друзей, и я их очень люблю. И я в этом смысле, я очень счастливый человек. И это друзья, это понятно, что это дочь моя, это мое счастье. Это моя работа, потому что мне кажется, что так мало кому повезло. Так, как я любить свою работу, мне все время с гордостью слушаю, когда мне говорят, боже мой, мы плачем деньги, чтобы сходить в театр, а ты это бесплатно смотришь. Я, конечно, на это, конечно... Не утро, это отсматриваю. Апаньки. Ну, продолжайте, продолжайте, да. Я, конечно, на это все время говорю, а вот пойдем, я тебя свожу на спектакль, на котором нужно сидеть часов в пять, и тебе захочется уйти через 15 минут. И ты сможешь это сделать, а я нет, потому что это моя работа. Конечно, такое тоже бывает. Но вообще, я счастлива, потому что не только тем, что смотреть в театре, вообще культура, ходить на выставки и так далее, думать об этом, я ужасно это люблю. Про это думать, это одно из самых больших удовольствий. И это очень связано с эмоциями. А зачем надо думать? Есть вопрос-то, зачем надо думать? Я пообещал, что он будет, будет. Зачем надо думать? Ну, на самом деле, надо думать по разным причинам, но в первую очередь, для меня, потому что просто это удовольствие. Это такая... Сам процесс кайф. Сам процесс кайф, правда. Это, когда ты понимаешь, знаете, когда я рассказываю что-то, условно говоря, студентам, и, ну, я не люблю такие заочные лекции, я обычно там по ходу импровизирую и сама что-то нахожу, и вдруг я вижу, бэмц, прям зажглись глаза, по-другому, раз, поймали. И это счастье, конечно, в этот момент. Поняли? Это совершенно особая история. Это такое удовольствие. На самом деле, все другие удовольствия жизни, они такого же рода, оно почти физиологическое, да, то есть есть удовольствие там, не знаю, чего угодно, еды, секса, питья, там, есть удовольствие думать. Это такое большое счастье, если кто умеет, он большое удовольствие получает. Ответ? О, ну, кому как никому не театральному критику задать такой вопрос. Я правда не знаю, что вы ответите на него. Семь лет девочка, а что такое искусство? На самом деле, это просто особый язык, который мы говорим о мире. А зачем вы пытаетесь вот этот особый язык переводить на обыкновенный вербальный? Это мы возвращаемся к самому началу нашего разговора. Объясняю, чтобы понимать. Так если есть язык, и человек его понимает, ребенок понимает образы, зачем их переводить? Может быть, вы потом рушите наоборот все это дело? Нет, нет. Вы не боитесь? Люди начинают глубже понимать. На самом деле, есть люди, которым не нужно объяснение, и они не читают критику, и не интересуются тем, что говорит критика. Хотя, это просто разговор. Мы же обсуждаем это с друзьями. Мы что-то увидели, мы про что-то думаем, на что-то поразило. Мы же это обсуждаем. Я не буду обсуждать. Если я смотрю на фотографию, которая мне понравилась, она мне понравилась. Она мне все сказала, там все сказано. Хорошая фотография подписи не требует. Это мое глубокое убеждение. Тем более, какого-то растолкования. Как можно критиковать фотографию? Есть образ, есть язык, ты его увидел, ты все понял. Нафига? Можно-можно. Можно-можно. Можно. Потому что есть куча вещей, которых нет в этом конкретном образе, но они есть, знаете как, в ноосфере. Существует контекст. И если вы понимаете контекст, где она была сделана, вы вообще по-другому ее понимаете. Вы очень много нового узнаете. Есть крутейшие фотографии, про которые известно, где они были сделаны, в какой ситуации. И когда вы это понимаете, или когда человек, который с тобой пошел, ты посмотрел на эту фотографию, ты заметил вот этот деталь. Сложный нюанс. Возьмем, да. Давайте сейчас я уйду в ту область фотографии, которую я не люблю, постановочную. Я люблю, вот, мое это Кортье Брессон. Вот у меня вот Кортье Брессон. Но мы возьмем вот постановочную фотографию. В каких условиях была сделана, причем еще усложним, эротику какую-нибудь. В каких условиях была сделана эта эротическая фотография, как поливали эту девочку, как это все происходило, как ее выгибали, какая разница, что вы там будете критиковать? Слушайте, про это можно не обсуждать, потому что это вообще другая история, там думать нечего, понимаете, она не для этого сделана, точно так же есть всякое другое искусство. О, замечательно, замечательно. Я смотрю «Ежик в тумане» великого Норштейна. Там есть образы, что там можно еще растолковать. Вот что вы, вот вам надо сейчас растолковать мне «Ежика в тумане», вот давайте, вот у вас есть сейчас время, попробуйте. Я люблю его ужасно, и поэтому я про него могу говорить. Просто мне кажется, что, ну, это, да, вы немножко сердитесь на саму эту историю, и поэтому вы пытаетесь меня подначить. А на самом деле тут не та история. Потому что, когда мы смотрим «Ежика в тумане», на самом деле это, как мы ее чувствуем? Это история про человеческое, про человеческое одиночество и человеческую мечтательность и воображение. Это человек, который, мы говорим «человек», он «Ежик», но понятно, что это про каждого из нас, про каждого из нас, кто был, кто в детстве попадал, я не знаю, в, условно говоря, в церковь, да, где было огромное пространство, и горели непонятные огоньки, и что-то, какие-то были звуки непонятные. Помните, когда он подходит там к дереву, это становится, да, там звук церкви возникает, и гулкость и так далее. Человек, который попадал, я не знаю, в туман или в какую-то ситуацию, и вдруг он что-то понимал про мир, про жизнь, он вдруг чего-то боялся, непонятно чего. Это очень важно для тебя, для того, чтобы, для тебя вот это умение почувствовать момент, эту деталь, это вспоминаешь себя маленького, который также, это такой сладкий ужас, испуг и радость одновременно. Это лошадь невероятная, да, или вдруг звук от этого филина, это растворяющийся туман, то есть он просто шел, и он попал в, как бы, такое, в пространство мечты, да, мечты, воображения, страха. Это все, что мы можем сказать о чувствительном ребенке, он говорит вот в этом очень коротком фильме. Мы, если мы правильно смотрим это кино, когда мы взрослые люди и понимаем, о чем оно, то мы начинаем лучше понимать собственного ребенка, его тревожность, его чувствительность, его нежность, его ранивность, и себя, конечно, потому что мы понимаем это тем, что мы вспоминаем себя. Так, а зачем все это говорить, я же это понимаю. Вот то, о чем вы сказали, я это все чувствую, я это все понимаю. Любой человек, нормальный человек, который рыдает на ежике в тумане, он это чувствует. Зачем это вербализировать? Он это все уже получил, это была прямая, зачем по дороге еще третий? Просто вам это не нужно. А есть люди, которым это нужно. Тогда он не понравится у ежика в тумане. Если он ему понравился, понравился, не понравился, не понравился. Кстати, вот по поводу Норштейна и по поводу технологических, я сейчас отскочу в сторону. Вот Юрий Норштейн был на нашей передаче, это было еще в дотелевизионную эру нашей передачи, была родийная эра. Родийная эра. И мы тогда говорили с ним на тему его работы, я спросил его, не помню, только это было в эфире, до или после, или внутри, не помню совершенно. Я помню этот разговор, что вот есть технологии, а вы же все там на пленках, вот эти пленки переставляете. Почему вы не используете современные технологии? Я вам сейчас опять же не скажу, что сказал Норштейн. Как вы думаете, почему он не использовал? Я догадываюсь, что он сказал. Я хорошо знаю его отношение к этому делу, и он не то, что не использует, он немножко использует, пытается. Ему помогают, чтобы немножко ускорить процесс. На самом деле он говорит, ну, самая интересность того, что он говорит, он говорит гениальную вещь. Ему не хватает ошибки. Это очень правильная вещь. И я знаю большое количество аниматоров, которые работают в компьютере, ну, в отличие от Юрия Борисовича, который не делает это. Но они, например, готовы, что называется, целый урок дать на тему о том, что, ребят, вот в этой программе ну, как бы, можно одним кликом сделать так, чтобы рука делалась так. Ну, как бы, движение руки сверху вниз. Я вам расскажу, как сложным образом отключить кнопки, чтобы ты не мог этого делать, и чтобы ты ее сам двигал руками. Потому что если ты ее будешь сам двигать, в компьютере тоже, то там будет вот эта неправильность движения, которая дает, ну, как, божественная ошибка. То есть люди сами учатся делать эти ошибки для того, чтобы движение было живым и настоящим, чтобы не было этого, знаете, как компьютер, он дает такую, ну, такую вот резину, как они говорят все, что оно неестественное движение. И можно очень много говорить с людьми, если талантливый режиссер, который говорит, что как он работает с новыми технологиями, так, чтобы они стали живыми, чтобы они использовать их, как карандаш в своей руке, где неровность, ну, как бы случайный порыв отражается на этом инструменте. Это жутко, на самом деле, интересный сюжет весь, связанный с... А что-нибудь вот сейчас вот приближается к «Ежиков в тумане» по мощи воздействия в анимационном кино? Есть очень хорошие... Ну, вот... Вот вы бы назвали что-нибудь, чтобы у вас на одной полке стояло. Вы знаете, я вам... Насчет «Ежиков в тумане» пожалуй, есть фильмы, которые мне нравятся тоже. Мне трудно сравнивать, потому что, знаете, когда любимое. У меня это любимое, это любимое. Что касается... Я бы скорее сказала «Сказка-сказок». Вот у меня нет фильмов, которые стоят на той же полке, что «Сказка-сказок». Это да. Но это вообще совсем, мне кажется, другой калинкор. А речь вот именно вот такая вот острое понимание ребенка, которое работает главным образом вот в «Ежики в тумане» и есть фильмы с таким, такие. Ну и не только ребенка, а просто вещи, фильмы, которые очень остро, на которые мы очень остро реагируем, эмоционально и так далее. Ну вот, назовете? Я могу, да, назвать, наверное. Вот, ну, как бы вот из последних. Я понимаю, что для меня, что я буду про других говорить. Что с ними говорю? Нет, я про них не знаю, пусть они сами про себя скажут. Но вот, например, из фильмов, которые также реагируют вот остро, эмоционально. Вот, например, есть такой режиссер русский. Ее зовут Светлана Филипова. И она ученица Норштейна. Норштейн ее очень любит тоже. И у нее, например, есть такой фильм, где умирают собаки, нарисованный в порошковой технике. Ну, не так, если бы учениваться, на подсвеченном стекле. Песочком. Песочком у нее, по-моему, кофе. Но это неважно. И это такое кино про просто историю про человека, который взял щенка, вот с ним жил, жизнь с щенком и так далее. Потом у него появилась семья. И там в какой-то момент он должен был уехать. Он уехал с семьей, оставил матери пожилой собаку. Ну, я это очень тупо рассказываю, но просто это такой сюжет. Нет, просто рассказывать не надо. И собака умерла. Ну, как бы старая уже была собака. Там, в этом движении, этого сначала щенка, потом взрослой собаки, а потом старой собаки, в этом, в том, как она это делает, ощущение такой невероятной любви и боли. И я знаю историю, тут это мой бонус, то, что это было связано с тем, что у нее тоже умерла старая собака, когда она уезжала, ее не было при этом. И она вот этот долг свой все время хотела отдать. Но дело не в том, это, я этот фильм смотрела тысячу раз, и это каждый раз сжимается сердце. Потому что это история про любовь и про то, как оставляешь любимых. И при этом, там же дело не только в собаке, потому что, когда он уезжает с женой и с ребенком, он оставляет также мать. Это мы оставляем тех людей, которым любим, ну, тех существ, которых любим больше всего, и которые больше всех от нас зависят. Как называется в фильме, скажите? Он называется «Где умирают собаки». «Где умирают собаки». И сейчас у Светы, она сделала свой сайт, его можно увидеть, этот фильм. Уважаемые интернет-зрители, посмотрите, пожалуйста, этот фильм. А мы еще зададим один вопрос, а потом будет последний. Хорошо. Я пообещал, все-таки он будет. Три года, девочка, у Бога голова есть? Трудно сказать. В общем, я бы сказала так, поскольку я не религиозный человек, но безусловно… Стоп, стоп, стоп. Вы верующий и верующий? Нет. Не верующий, не религиозный? Я не религиозный, но… Бог есть? Вы же сказали, что… Я сказала, что что-то есть. И безусловно, у того, что есть, есть разум. Если мы считаем это головой, да. Есть. Да. Хорошо. Традиционный последний вопрос. Мы очень быстро пролетели всю нашу передачу. Традиционный последний вопрос. Восемь лет мальчик. Зачем мы живем? Почему умираем? Живем мы, ну как, для счастья. Чтобы быть счастливыми. Другого не вижу возможностей. Можно быть по-разному счастливыми. Для себя. Давайте, давайте, вот, сейчас, вот, сейчас уже не про мы. Давайте говорить только я. И употреблять слово мы. Ну, хорошо. Так был задан вопрос, я так отвечаю. Да. Я знаю, но про себя. Я не думаю, что я так глобально перед собой по себе задаю, но я знаю, что я всегда ищу в том, в своей жизни смысл. Я хочу, чтобы он был. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы я могла жить еще немножко, безусловно, для того, чтобы быть счастливой, но могла жить еще немножко для того, чтобы сделать счастливыми других. Я стараюсь, работаю над этим. Почему умираем? Этот вопрос я тоже отношу к себе. И я стараюсь об этом не думать, хотя приходится, регулярно напоминают об этом. Вот. Поэтому я только могу сказать, что, вероятно, в какой-то момент приходит время, жизнь исчерпана, и мы умираем. Но хотелось бы, чтобы подольше этот момент не наступал. И очень хотелось бы, чтобы прийти к этому моменту в каком-то, ну, таком счастливом состоянии. Уважаемые интернет-озрители. Мне сказать, что не надо говорить слово «интернет-озрители», уважаемые зрители. Сегодня ответы на простые детские и недельские вопросы искала критик, критик-аниматор театральный критик, но это, в принципе, все равно не важно, все равно. Ответы на простые детские и недельские вопросы Искал человек По имени Дина Годер Дина, большое вам спасибо, что пришли Ну вот, собственно, на этом вся наша передача И закончилась Прекрасно, спасибо Всего доброго